Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Hyundai Porter 1. На этом автомобиле мы сегодня заменим воздушный фильтр, топливный фильтр и масляный фильтр. Также поменяем масло в двигателе. Использовать мы будем корейские фильтра фирмы Portsmal, а воздушный фильтр, по-моему, фирмы Fortech. Для этого мы сейчас добираемся снизу до масляного фильтра. Откручиваем его и сливаем масло из двигателя. Приступаем! Сняли снизу защиту. Вот у нас находится краник сливной с радиатора. Сейчас одеваем сюда шланчик и откручиваем краник. Также у нас находится со стороны выпускного коллектора, где штаны. Пробочка на блоке, вот эта вот. Мы ее откручиваем и сливаем с блока. Все, антифриз у нас полностью сольется. После этого мы откручиваем пробку сливную. Здесь на какой размер я скажу. Сливаем масло с двигателя. И пока мы снизу, нам сразу и удобно будет открутить. В принципе, тут можно и сверху, можно и снизу. Масляный фильтр находится. Вот он, над генератором. Здесь же снизу у нас находится воздушный фильтр. Вот в этом корпусе. Тоже раскручиваем барашку и меняем воздушный фильтр. С блока антифриз у нас сливается. Пробочка там, ключик на 14. Подлезь вот здесь было удобно. С радиатора у нас слилось где-то около 3 литров. Основной объем все равно остался в блоке. Поэтому заменить антифриз в одном радиаторе не получится. Надо сливать с блока. Сейчас закручиваем на место пробку. И заливать уже будем потом. Так, ну открутили маслозаливную. То есть маслосливную пробку. Пробочка на 17. Масло очень грязное. Но это дизель. Открутил я масляный фильтр. При этом пробку с маслосливной я не закручивал. Хотел сказать, был как-то вопрос. Камазы летают. Был как-то вопрос такой, что если первым делом сливать масло, как я на РАФе Тойоте сделал, а потом откручивать и менять масляный фильтр, то в поддон стекает там 200-250 грамм масла. Нет, ничего подобного. В поддон если стекает, то грамм 50, не больше. И то, это в том случае, если у вас маслоприемная сетка забита на маслоприемнике. А так масло вытекает практически полностью из масляной системы, потому что откручивая фильтр, у нас течет с верхнего канала масляной системы, а с нижнего не течет. Сейчас мы берем новый фильтр и устанавливаем его. Фильтр будем использовать порцмал корейской фирмы. Номер его идет по порцмалу ПБА 002. По оригиналу он идет, ну, в принципе, на разный автомобиль оригинальный номер будет разный. Берем фильтр, пропитываем его маслом, смазываем резинку и закручиваем. Меняем топливный фильтр. Находится он под водительским сидением. Вот он снизу. Мы сейчас возьмем его, отключим вот этот разъем от поплавка и открутим. Отключаем. Здесь неудобно. Снимать будет и это. Я попробую сверху сделать. Вот он разъем наш. И фильтр просто против часовой стрелки откручивается. Снял я в салоне сиденье, чтобы показать. Поднимаем ковер, открываем вот эту крышку под водительским сидением. Вот он наш топливный фильтр. Он же лягушка здесь. Удобно будет подкачать его. Разъединяем наш разъем. КОНЕЦ сняли наш фильтр вот такой вот фильтр теперь откручиваем с него поплавок выкрутил поплавок вот такой контрольный поплавок для наличия воды в топливе если появляется он замыкает дает сигнал снимаем вот эту старую резинку с поплавка фильтр будем использовать фирмы Portsmal PCA003 вот такой вот фильтр здесь же в комплекте идет новая резинка устанавливаем ее и закручиваем все теперь можно фильтр устанавливать подкарывая вот такой вот 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 фильтр установили сейчас я возьму разъем побрызгаю на на протеком снимался очень плохо контакты окислены вот такое средство на на протек для электрических цепей жидкой электроизоляции и вставляем его в разъем все теперь мы берем и качаем помпу здесь есть болты для спуска воздуха но у нас она без этого подкачалась все она без этого нас подкачалась фильтр топливный мы заменили собираем обратно и идем меняем воздушный фильтр воздушный фильтр у нас стоит с правой стороны под кабиной сзади снизу откручиваем вот этот барашек снимаем крышку кто-то что-то тюнинговал и снимаем берем новый фильтр фильтр у нас фирмы фортеч номер его фа 007 переставил я вот эту турбинку она непонятно для чего он сейчас есть стоит с родным она идет она стояла в конце должна стоять по моему здесь как центрует фильтр что непонятно так ставим обратно последовательности ставим крышку крышка здесь чтоб не промахнулись имеет прорезь сапун водослив вниз стоит смажем резьбу это и и и и и и и и Только зачем здесь гайка? Она, наверное, внутри была. Потому что здесь уплотнительное резиновое кольцо прижимается. Странно. Так прижимается. А, все понятно. Побитая резьба и они подложили отсюда гайки. Хотя, зачем они вообще гайки нужны? Там внутри должна быть своя гайка, которая поджимает фильтр. А здесь в данный момент получается фильтр болтается. Вот здесь должна быть своя гаечка. И она должна поджимать фильтр. Резьба здесь сбита, стянута, поэтому подложили гайку. Вот эта гайка, она вообще просто звенит здесь. И фильтр, получается, не выполняет свою функцию. Очень забавно. Надо менять вот эту шпильку. Шпилька не меняется. Она здесь приварена. Сделал я вот так вот. Прогнал гайку все-таки. Резьбу немножко туда-сюда погонял. Прикрутил гайку и поджал фильтр. На следующую замену, я думаю, все-таки возьмем, заменим. Либо корпус этот, либо разберем и заменим шпильку. Что-нибудь сделаем. В данный момент пока сейчас оставим так. Потому что резьбы вот здесь нет. Вот сейчас новой гайкой я ее прогнал. Одну гайку убил, второй гайкой прогнал. И это объясняет то, что почему гайка здесь стояла. Она просто ее не дожимает. Она не дожимает, но резинка у нас не прижимает. И здесь идет подсос воздуха. Грязного. Сейчас резиновую прокладочку сюда вырежу. Через гайку поставлю и уже подожму. Здесь она вроде у нас гайку зажимает. Колечко резиновое. Со старой камеры вырезал неровную резиночку. Ножом. Все, крышка поджали. Пока будет так. Воздушный фильтр мы заменили. Топливный фильтр мы заменили. Масляный заменили. Залили масло. Масло я правда не показал. Камера отключилась. Масло ушло там где-то 5700, 5600, 5700 получилось. На этом все. Замену масла мы закончили. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok